Здравствуйте! С вами программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Сегодня 24 августа и в нашей программе будет представлен зодиакальный гороскоп с исторической справкой о событиях в этот день. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потерпят поражение, возможно, Овны. Во время правления короля Испании Филиппа IV в 1654 году французская армия разбила испанцев водорасом, снимая с города осаду. Тельцы станут организаторами удивительного общественного мероприятия. В 1919 году, когда советское государство возглавлял Владимир Ленин, в Москве прошел день сбора книг для Красной Армии. В правде первая полоса вышла под шапкой. Липкниг сказал, крепкий кулак – хорошее дело, но надо, чтобы и в голове было ясно. У Красной Армии крепкий кулак. Дадим ей книгу, чтобы было еще яснее в головах красноармейцев. Выразит публичное недовольство близнецы в отношении действий своих коллег по работе. Румыния и Югославия, лидером которых был Иосиф Броститту, в 1968 году осудили вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию. При участии раков произойдут изменения в руководящем составе организации. В Польше в 1989 году сформировалось коалиционное правительство из коммунистов и членов солидарности. Это событие произошло во время правления президента Польской Народной Республики Войцеха Ярузельского, который впоследствии стал первым президентом посткоммунистической республики Польши. В его жизни есть интересный факт. В 1980-е годы, когда Ярузельский был практически неограниченным правителем Польши, он отверг идею окружения о присвоении ему звания маршала, сказав, что маршалы в войну командовали армиями, а он командовал кавалерийским взводом. Побеждать и выигрывать – вот лозунг Львов на сегодняшний день. Войска Симона Боливера в 1824 году разбили испанскую армию в Андух. Боливер являлся одним из руководителей борьбы за независимость испанских колоний в Америке. Повышение по службе ожидает Дев. Барон Петр Врангель, будущий глава Белого движения, в 1913 году был произведен в Ротмистера. Весам предстоит перемещение из одного населенного пункта в другой. Английские войска в 1923 году были выведены из Стамбула, который на сегодняшний день представляет собой крупнейший город, морской порт, крупный промышленно-торговый и культурный центр Турции. Исторически Стамбул является бывшей столицей Османской империи и Византии. До 1930 года он назывался Константинополь, до 450 года – Новый Рим или Второй Рим, а до 330 года – Византия. В средневековых русских летописях Стамбул часто именовался Царьград или Константиновград. После основания Турецкой республики в 1923 году столица страны была перемещена из Константинополя-Стамбула в Анкару. А в 1930 году турецкими властями город был официально переименован в Истамбул. Очень грамотные решения примут сегодня скорпионы. Президент США Теодор Рузвельт в 1906 году издал указ, обязывающий все официальные документы государства публиковать только после их орфографической проверки. Стрельцы поспособствуют развитию производства в пищевой промышленности. Когда Соединенные Штаты Америки возглавлял президент Франклин Пирс, в 1853 году американцам Джорджем Крамом были изобретены картофельные чипсы. Длительные романтические отношения ожидают козерогов, а для некоторых представителей знака возможен даже брачный союз. Британский рок-музыкант Дэвид Роберт Джонс, более известный под псевдонимом Дэвид Боуи, в 1992 году в Швейцарии женился на сомалийской топ-модели «Иман». Они считаются одной из самых красивых пар в мире. Водолеи одержат долгожданную победу в борьбе с конкурентами. Тадеуш Костюшко в 1794 году нанес поражение русским войскам под Драцлавицами. Неприятное событие может случиться с рыбами. Но если вы продумаете заранее каждый свой шаг, то беду можно будет избежать. Наряду с другими членами Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса в 1896 году была арестована Надежда Крупская. Шестью годами ранее, будучи слушательницей высших женских курсов, она вступила в марксистский кружок и с 1891 по 1896 годы преподавала в рабочей школе, занимаясь пропагандистской работой. В 1894 году, когда Крупской было 25 лет, она познакомилась с молодым марксистом Ульяновым. Вместе с ним Крупская участвовала в организации и деятельности Союза борьбы за освобождение рабочего класса. После ареста и 7-месячного заключения ее сослали в Уфимскую губернию, но отбыла она ссылку в Сибири, в селе Шушенском, где стала женой Ленина. Если вам предсказаны в этот день неприятные события, то думать об этом не стоит. Лучше действуйте во благо своим интересам. Как сказал немецкий поэт-мыслитель и естествоиспытатель Иоганн Гетте, Мы рабы вещей и выглядим ничтожными или важными, в зависимости от того, теснят они нас или оставляют нам достаточно простора. С вами была программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина.